И, к сожалению, журналист Владимир Пусальянов после публикации этой книги долгое время должен был скрываться от преследований вафии. И эта книга – это как раз изображение такой фрезы. И в этом случае было сложно также выбрать те сюжеты и сюжетные линии, которые я хотела представить. Потому что по этой теме у меня было более ста историй, которые могли бы послужить сюжетами для фильма. Ну, практически та же проблема, с которой мы столкнулись, когда создавали фильм «Страшная сказка». Поэтому мы решили рассказать о пяти историях. Одна из этих историй разворачивается как действие фильма в самом известном мафиозном районе, который называется «Скампия», где в основном распространяют наркотики. Одна история – это рассказ о мальчике, практически мальчишечка маленький, который старается войти в круг этого мафиозного клана. И еще одна история, она посвящена человеку, который занимается сбором денег, который собирает мафиозный клан для того, чтобы помогать семьям. То есть он собирает деньги и затем эти деньги распространяются по семьям и родственникам. И обе эти истории связаны едино-свежотные линии, которые рассказывают о том, как внутри самом клане мафиозном начинают делить власть две внутренние группировки, как они начинают друг друга выживать. Поэтому, в принципе, все две сюжетные линии, о которых мы говорили раньше, они происходят в атмосфере разделения власти между двумя группировками этого достаточно серьезного мафиозного клана. И еще три истории, они рассказывают о том, как проходит жизнь в иных, скажем так, местечках, городишках, пригородах Неаполя. Одна история двух мальчиков, которые живут теми мечтами или теми, скажем так, картинками, которые они себе представляют, как будто бы они являются двумя гангстерами американского фильма. То есть они хотят копировать жизнь гангстеров американского. И в результате случается то, что мечты, они смешиваются с реальностью. Потому что эти мальчики, которые живут фильмом, рассказывающим американским гангстерам, они начинают эту жизнь привносить в реальность. Поэтому реальность и их сон, их мечты, они смешиваются. То есть их поведение, как будто бы они гангстеры, создают большие проблемы в их обычной жизни. И потом есть история, которая касается переработки токсичных отходов. И вот есть история, которая касается переработки токсичных отходов. Как это действительно было, северные области при помощи Каморре привозили северо Италии токсичные отходы на юг Италии в область города Неаполя для того, чтобы их нелегально переработать. И это, конечно, было бы неизвестно. И это, конечно, было бы неизвестно. И, конечно, это реальная проблема. Она, в общем-то, существует и на сегодняшний день, потому что переработка токсичных отходов привела к летальному исходу, к смерти многих жителей тех, скажем так, пригородов Неаполи, куда их свозили. И, конечно, было бы неизвестно. И, конечно, было бы неизвестно. И еще одна история, она касается человека, который имел свое небольшое, скажем так, дело. Он занимался пошилом одежды, потому что это как раз текстильная область, пронощенность. Великолепный работник, но, к сожалению, он не был признан. Великолепный работник, но он не был признан. Он занимался именно реальной жизни, для того, чтобы вы поняли вступительное слово моё, для того, чтобы вы поняли, о чем будут эти речи. Спасибо. 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 Очень просто совершить ошибку, очень серьезную ошибку в жизни, которая может привести к тому, что жизнь кардинально изменится. Поэтому я, как обычно, преследовала свою, скажем так, профессиональную цель. Как создатель фильма, как режиссер, показывать человеческие чувства своих героев, но не осуждать их, потому что это жизнь. И действительно, в некоторых руках были приглашены люди, которые были участниками некоторых кланов Камори. Это был мой выбор, потому что я, скажем так, создатель этого фильма, и как создатель этого фильма, я решил, что я имею право принимать решения. И я понял, что эти люди имеют право участвовать в создании такого фильма, который посвящен их жизни. И мне решает, что Наполи, это больно, и個人 из-за страны, и обратно, и по месту, и кто-то в развитии. Я надеюсь, что посмотрев этот фильм вы поймете мою основную, скажем так, мысль «Красный низ», который проходит через весь фильм. Неаполь – город контрастов. В Неаполе очень много реальностей, жизненных реальностей. Город живет многими жизнями, достаточно отъехать от Неаполя на 20 километров, и реальность абсолютно меняется. Поэтому, естественно, что фильм вам рассказывает об одной реальности, но кроме этой реальности в Неаполе действительно есть и искусство, и культура, и красота. Поэтому я считаю, что вам будет интересно посмотреть, что такое неаполитанская жизнь. Не бойтесь этого фильма, не бойтесь Неаполя. Неаполь – это очень красиво, это замечательное место. Спасибо.